С ветерком по Люберцам в Наташинском парке открылся первый в городе официальный велопрокат. Там каждый желающий может взять в аренду любой из представленных видов транспорта и кататься хоть целый день. Железных коней на прочность проверяла наш корреспондент Анна Троян. Тут я дышу свежим воздухом, тут я езжу, мне нравится. Восторгу маленького Саши в этот день не было призела. Еще бы, погонять на велосипеде по Люберцам стало гораздо проще. Ведь не каждый хочет доставать из своего чулана запылившегося железного коня. Тем более, не у всех есть навороченные скоростные. В помощь желающим новый велопрокат с символичным названием «Доброе утро». Это привлечет жителей, потому что это интересно. Люди хотят заниматься спортом, кататься на велосипедах. Но каждый имеет возможность прийти в парк и прокатиться, попробовать и получить удовольствие от занятий спортом. В день открытия практически каждый желающий мог бесплатно почувствовать на себе все преимущества любого велосипеда. К тому же, выбор в прокате многообразен. От детских четырехколесных до больших и мощных для взрослых. Это замечательная идея, потому что наши дети очень много времени проводят в компьютерах. Оторвать их невозможно. А эта идея, в общем-то, довольно-таки хорошая. Детей это завораживает. Уже сейчас смело можно сказать, что велобайк с большими толстыми колесами, безусловно, фаворит у люберчан. Он более устойчив и может проехать там, где обычному железному коню не под силу. Купить такой крутой байк-велосипед может себе позволить далеко не каждый. Зато взять в аренду – это удобно и доступно. От Наташинских прудов и вперед покорять горизонты. Главное потом вернуть целости и сохранности. А еще в прокате имеются самокаты. А тем, кому и этого мало, могут взять в аренду электронные гироскутеры и двойные велосипеды. Есть двухместные – это веломобили. То есть это как бы и велосипед, но там сидишь по-другому и крутишь педали, как бы тормоз такой необычный, как бы, ну, ручник. То есть детям это нравится, тоже необычно так. Появлению такой полезной точки в самом спортивном городе Подмосковье поспособствовали местные предприниматели. Власти и администрация парка с радостью выделили место активистам и позволили люберчанам наслаждаться своим досугом на полную катушку. Кроме того, организаторы спортивного клуба предоставили возможность семьям из благотворительного фонда «Доброе сердце» брать велосипеды бесплатно. У нас, во-первых, это дети-инвалиды. Инвалиды первой, второй, третьей группы в нашей организации и многодетные семьи. Такие люди, которые, да, малообеспеченные. То, что нам предоставлена бесплатная возможность, я считаю это замечательно. Арендовать велосипед можно в любой день с 10 утра до 9 вечера. В залог нужно будет оставить документ. Уже скоро в Добромудре расширится ассортимент. Еще появятся и ролики. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТА. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.